сегодня у нас у нас у нас какое число сегодня у нас 11 января минус 12 сейчас опять было минус 20 так это наша минералка плиток открыто с утра смотрите как вам такое понимаете это мой рецепт этот рецепт для голубятников раскрыл я дорогие мои как вы думаете это моя застыка или не моя застыка конечно моя застыка значит как вот у медали есть две стороны как у монетки есть две стороны точно так и в нашей жизни есть две стороны за зло и добро одни ребята из вас скажут огромное спасибо дорогой другие ребята будут писать гадости ну так вот и ребята которые говорят спасибо с ними я продолжаю обширь те ребята которые пишут гадости ну на русском есть хорошее слово на три буквы в интернете есть такая хорошая стука три точки нажимаешь заблокировать заблокировать заблокировал этого дурачка и дело скачать теперь так ну сегодня был ролик сегодня был ролик да вот смотрите там голубка сидит я каждый божий день показываю ее но не говорю сегодня буду говорить об этом если внимательно смотрите мои ролики вот там одна сидит решетки закрыты до чего значит ну я ответил про накипела на сегодняшнем ролике сегодня который вышел вот аренат отвечает я их привет спасибо за понимание и за твои советы которыми пользуюсь с пользой для птицы великое дело делаешь крепкое здоровье и стального терпения другой человек пишет осимов ну понятно что осимов это не армянин это не грузин поддерживает гаги привет из германии почему поддерживает дорогие мои потому что некоторые живут под игой и они даже свое мнение не могут высказать я понимаю многие имеют мнение боятся высказывать а многие верят верят тому что на самом деле армяне враги армяне убивали соседских народов то другое понимаете эта пропаганда идет с раннего бизнеса так значит гагик добрый день полностью с тобой согласен пока есть лох лохотрон будет продолжать работать так дорогие мои ну какая бойня ну вы видите сами что творится как вы думаете это польза для голубой волосы или нет теперь рассмотрим так значит это вот сегодня видите вот сегодня с москвой мне скинули блин не знаю покажет или нет видео посмотрите что творится так метели так столько количества снега я в жизни не видел это передний дом 30 метров от нас почти не виден это вот москва сегодня опять же а другой ролик показываю опять же это уже Одинцова дядь дорогим здравствуй смотри какая погода у нас в москве снег и голуби купаются шикардос сидят на яйцах не смотря на холод это тем ребятам что говорят холод не смотрят не смотрят не смотрят не смотрят не смотрят а идти в такую погоду вон метель какая в пальцах все отлично все хорошо всем хорошего настроения ребята видите как голуби купаются это сегодня одиннадцатый января двухтысячный двадцать четвертого года адренсон в московской области молодой человек уже несколько лет со мной общается по телефону вот добавлю марганет можно соловьевать агнатская птица ворота 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 беднокарская у меня тазик немного маленький оператор если купаются но получаете вылазить чтобы другим тоже досталась вода а ну лов погода вообще то не веду степи господи остались не так дорогие мои ну как вы поняли это одна сторона медали то что до сих пор сказал сейчас я еще еще 1 значит и юра мать уход я где-то птица каждый держит для себя и такую погоду какую любит такую породу какую любит оспорить или доказывать чья порода это не обязательно оскорблять людей тоже птицы нужно держать для удовольствия а не для скандала мирного неба над всеми нами крепкого здоровья желаю уважать друг друга значит я ему отвечаю юра вы абсолютно право на вкус и цвет товарища нет кто-то получает удовольствие от их виртуозного полета а кто-то от сумма получена от них противостояние неправильному то есть констатации фактов не является скандалом торгаши это он отвечает торгаши и голубеводы разные люди я лично люблю голубей и никогда меня не интересует кто как воспринимает мои голубей а рекламодатели голубей рекламодатели голубей по себя сочиняют что хотят это их право ну дорогие мои если вы столько лет смотрите мои ролики каждый бой я говорю держите то что вам нравится понимаете если вам нравится спортивная птица держите спортивную если вам нравится декоративную держите декоративно нравится лютый держите лютый нравится бойный держите бой то есть человек который держит декоративных голубей Ну само слово декорация, тюник, ну это о чем говорит? Это говорит, что этот голуб не спарсмен, этот голуб не летун, этот голуб не бьет, не боец. Понимаете, у них это, ну человека, кто-то любит бокс, кто-то любит легкую ответственность, кто-то любит гимнастику, кто-то любит карате, кто-то любит музыку, кто-то любит бальные танцы, понимаете? У каждого своё на вкус и цвет товарища нет. Но понимаете, когда человек говорит, что я занимаюсь фигурной катанием, и этот человек ничего не показывает, то что касается, либо он говорит, я балерина, но ничего не может показывать. Но тут молчать не надо, тут надо сказать, нет, дорогой. Это не фигурное катание, это обычно катание на конках по льду. Знаете, констатация фактов. Да, дорогой мой Юра, то, что говорится, каждый не должен воспринимать свой адрес. Понимаете, говорится для других. По поводу того, что, ну, у меня есть один человек знакомый, я как-то говорил, он очень хорошо понимает голубях, шикарно понимает голубях. Один из единственных людей, который понимает голубях. Ну, как голубятника, я его никогда не уважал и не стану уважать, один из моих земляков. Я ему когда задал вопрос, я говорю, слушай, ну, как ты можешь продавать тех голубей, ну, которые, ну, чудо. Он говорит, знаешь, я денег люблю больше, чем это, чем голубей. Как ты думаешь, дорогой мой человек, это человек голубятник или не голубятник? Ведь как, по большому счету, какая разница, для кого там это, да, там, ну, понимаете, кто-то держит баранов для себя, чтобы кушать, кто-то для продажи, кто-то для чего-то там, кто-то для запарок там, животных кормить. Ну, они же все держат баранов. Понимаете, то же самое. Человек, который держит голубей для продажи, он тоже голубятник, он старгаш. Другой, который держит для красоты, он тоже голубятник, только коллекционер. Третий, который там обожает в небе эту птицу, это тоже голубятник. Только сумасшедшие голубятники, которым выдувается в вертирозный полет. Понимаете? У нас, у всех, вот как точно так же в спорте. Да, один занимается физкультурой, другие занимаются просто чисто любительским спортом, а третий занимается профессиональным спортом. Они все разные. Но все это называется под одним словом – спорт. То есть все они занимаются спортом. Поэтому, дорогой мой, путать не надо. Давайте зерна отдельно, плевень отдельно. Да, ну теперь вернемся ко второй стороне медали. Ко второй стороне медали. Значит, сейчас найдем это чудо Турция. Ну, опять же, Инна Новикова. Некоторые из вас помнят Инну Новикова. Недавно мы к ней обращали внимание. Там еще из ребят несколько хороших слов написали. Вот пишет. Гагик, посмотри ролики из Армении. Как там на соревнованиях? А что мне смотреть, если я знал, даже когда эти соревнования будут? На соревнованиях. Как летают и садятся голуби. Уважаемых голубеводов. То есть человек уже, понимаете, вот эта крыса с куриными мозгами. Пытается кусить. То есть, типа, остальные уважаемые голубятники, а вот ты неуважаемый голубятник. Так, Инночка моя хорошая, женщина, которая дает всем подряд, не может быть, не может полюбить и уважать тем женщинам, которые верны одному человеку. Понимаете? У них разная идеология, разный образ жизни. И, понимаете, порядочный, нормальный, семейный мать не может быть... Да, не может, нравятся шлюхи. Понимаете? Не может, однозначно. Шлюха она, шлюха. Порядочная мамочка это порядочная мамочка. Порядочная женщина. Да, значит, если голубь садится, так он садится. Ему зачитают время. Где-то видел там эти качели. Сяду, не сяду, опять полечу. Так вот, дорогие мои, соревнования голубей, когда показывают, показывают. Пойдем этих голубей, и последний момент, как этот голубь садится. Все вот это 10 часов, 6 часов, 7 часов подряд не снимают. Но в это время есть голуби, которые спускаются вниз, опять поднимаются вверх. Вот эти качели. То есть вот там, ну, если кто-то там участвовал на этих соревнованиях, лично видел все это, люди подтвердят мои слова, что одни пошли вверх, скинули и сели. А среди них есть такие голуби нестандартные, которые пошли вверх, скинули вниз, опять пошли вверх, скинули вниз, опять пошли вверх, скинули вниз, ушли в сторону, понимаете, вернулись к дому. То есть вот нестандартная птица, да, вот как есть спортсмены, стандартные, а есть нестандартные. Есть ученые, стандартные, есть ученые, нестандартные. Есть художники, стандартные, есть нестандартные. Так вот, дорогие мои, все нестандартные, это гении, и таких очень мало. точно так же среди голубей нестандартная птица это гений среди голубей можно ли встречать на каждое это да на каждом шагу гений да нет конечно многие об этом не слышали не видели не поймут о чем речь идет но высказывает свое мнение понимаете вот есть такие люди тогда все зачитает время так на время обратим внимание более 10 часов тоже врут это вот он спровоцировать это вот такой извиняюсь за фразу блядский поступок низкого гаденыша блядский поступок понимаете там слова говорит он думает что он умный но не понимает сколько мышей ловил он своей жизни столько кошек я таких кошек уже поимел понимаете ты хочешь сказать что голубевода армяне глупей тебя ну это сто процентов не русский пишет человек приблизительно я уже понял это именно тот человек который сначала так это ты вася вайса мной потом это да понял потом через ребят пытался со мной опять камы это да на чё получил пошел он туда и вот опять переобулся да то есть вот понимаете он пытается сталкивать меня с другими голубятники баран неужели ты думаешь что я на провокации буду поддаваться специально для тебя зовут меня олег на думаю ты мне как и на больше нравится на хрена тебя олег ну да какого хрена мне разница да там олег не олег тем хуже для тебя потому что женщина вместо простительно ну а если ты мужчина это уже не простите значит обосрать любишь то обосрать тебе до рафика что по уму что пока как говорится коза коза козик чем стаду баранов есть такая хорошая поговорка каждому свое олег понимаете человек который тупой он не может уважать умных людей ну как вот элементам это вот плюс-минус совершенно родные теперь дорогие мои вот сейчас попробуем мы найти вот эту игночку и посмотреть что она пишет так что она пишет вообще-то так мы откроем youtube уже там это все есть сейчас я найду просто так долго канируется вот она видите и нашли нашего значит нажимаем здесь вы и этот канал 11 комментариев вот это написал мне и на написала мне посмотрел 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 опечатление что самая ума из армян это гаги как а это она это опять же она так сейчас найду я вот смотрите ну это одно комментарии какой у тебя кодекс чести голубятника гагик ты всегда во всем прав ты так это давать и попытался дорогие мои что в этих случаях можно вот видите там есть три точечки нажимаем на эти три точечки и вот тут внизу написано заблокировать поднимаем руку резко отпускаем нажимаем мы говорим ну и на хрен тебя и на или али и какого хрена разница кто ты такой или такая понимаете вот это вторая сторона медали да теперь значит перейдем к тому значит вот это голубочка паре там лоб красной шеечки там намечены черношечка лоб красный намечены вот это ее голубь вот они снесли яйца там вот первое яйцо снесла я его дал гнездо она снесла второе яйцо и сидит на ней теперь мы будем пускать вот это сейчас запускаем сюда и будем смотреть поведение посмотрим голубь пойдет на яйца сядет или не пойдет это пара то есть снесли вот это для чего да когда голуби снесли на этих ну голубь осталось яйца голубку можно сейчас выбирать оттуда ну понимаете моего опыта уже хватает видеть что будет понимаете если голубка посидела сейчас на яйца не встала то надо было ждать пока голубь и и поднимет сам сядет на яйца но поскольку голубка сейчас села снить я щас не убираю и на 99 процентов я уверен уже что голубь сядет на яйца вот видите голубку сейчас мы убираем не выдох на одну руку и снимать и показывать сейчас на пол час внимательно внимательно смотрим дорогими ну голубку я кормил где он сейчас пока кушает зерно и дядя гагик опять будет право сядет на яйца вот так когда голуби несутся на полу где-то там углу вот так мы даем гнездо но это еще не все сейчас будет сидеть голубь на яйца а как мы знаем что голуби очень долго не садятся очень долго не сядется потом через пару часов надо будет туда к нему кинуть голубочка голубка заменит его выпускаем голубочку потом эти яйца мы убираем под другими ставим и туда ставим муляжи почему потому что соседи будут недовольны что это гнездо и они зайдут и будут драться тем самим будет разбивать яйца все вот это нужно и долгая но грамотная работа понимаете и это передается дорогие либо от опыта голубятника у которых жизненного опыта хватает всего этого это да по книжке вы никогда об этом не почитаете и не узнаете никогда только вот так практике лучше сядешь или еще будешь кушать голодным здесь сбойный еще продолжается дорогие мои продолжается я сейчас что сделаю я сейчас камеру поскольку у нее корпус металлический и при таком морозе очень сильно замерзает ну быстро замерзает ну вот как знаете да там года сильные морозы утром садишься авто мэтта до машину заводит аккумулятор почти дохлый почти дохлый почему плотность падает от холода но он уже сел эти уже все садится плотность падает и тяжело и туда точно так же здесь когда ну корпус металлический быстро остывает он доходит до где-то 50 процентов зарядки и резко вырубается тем самым теряется ролик ну то что я показал уже поняли вот так мы их приучиваю с помощью трех кнопок дорогие мои мы избавляемся от баламутов от дебилов от врачков от нехорошие это да там как говорит одессе от редисек от редисек мы избавляемся сейчас значит поставлю ну ли только меня открыто они сами будут выходить попозже я продолжу у него мир покажу так дорогие мои ну как я обещал чуть попозже мир у мир покажем плиток видите открыто и только открыто голубей не вижу но есть голуби в небе я их видела вон они погода видите какая нехорошие девы клоуна они там вот одного вижу конкретно туман мороз ветер еще раз для тех которых но внимательно слушайте начальный ролик человек что посмотрите что показывает это один из молодых голубятника который несколько лет тому назад тоже верил всем сказкам что голубей надо лечить не надо гонять то пятый десятый понимаете дорогие мои ну благодаря опять же моим советам у людей получается ну просто вспомните кто лет 7 тому назад гонял голубей сколько их вот таких знали дорогие мои а сейчас не то что зимой гоняет а в такой метель гоняют люди увидели своими глазами поверили всему этому и у них все это получается все 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 вот это получается теперь зайдем голодать не но уже видите хочется оскакивать надо будет на голубочку кидать туда сути объяснил как это все делается как надо приучить вот так мы даем гнездо тем который не спис то есть голубка снесла на полу я дал гнездо еще раз это вы не в одной книжке не почитайте из тысячи один голубятник может об этом знал или не знал понимаете это это не хвастовство это реально снести опять ведь состояние птенцов я каждый божий год все вот это показывал дорогие видите мороз дверь открыта еще одну дорогие те которые думают что если в тепле получить птенцов у них будет все замечательно это неправда дорогие мои это неправда вы получите больных птенцов поэтому откажитесь от искусственного отопления голубей все должно быть естественно все думаю достаточно бой покажите яшка придет не придет не знаю ну холодно я с удовольствием поставил посмотрел но но не буду гнездо по моим членок это по моим членок видите как вы видели птицы верх и уходит про голубей которые пружинит скидывает тянут это мечта любого нормального стремящего голубятника но таких голубей очень мало дорогие мои как вот нестандартных писателей художников спортсменов математика ученых любой отрасли возьмите нестандартное это всегда ценится потому что их мало и они работать сами по себе на люди которые ну помните басню про лисы и про винограда поэтому надо ты дурачков терять времени низ нету смысла запоминайте встречаем по одежке провожаем по уму но я вначале думал это все таки женщина простительно да но тем хуже для него ну а другой баттл 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 придумал новое имя в этому буваризу он не бувариза баттл баттл вот это его новое имя так что можете присвоить произвешь поэта да погоняло произвища поэтому горит мы с тобой увидимся баттлах уже понимаете на человек думал что я буду отпускаться до его уровня и буду с ним обсуждать о чем зачем дорогие мои миру мир голубям небо эдгар джан это чубата чернохвостая голубочка уже начала бой взять это вот она летит одна посмотрим выживет до весны если выживет будет заказка у нее правое крыло зеленый мон это желтый мазана вот она это голубочка выживет это голубочка выживет это будет у эдгара в москве дорогие мои миру мир голубям небо гоняйте занимайтесь всех благ вам